Псалом шестой. Начальнику хора на восьмиструнном. Псалом Давида. Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня. Помилуй меня, Господи, ибо я немощен. Исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены, и душа моя сильно потрясена. Ты же, Господи, доколе? Обратись, Господи, избавь душу мою. Спаси меня ради милости Твоей, ибо в смерти нет памятования о Тебе. Во гробе кто будет славить Тебя? Утомлен я воздыханиями моими. Каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими, омочаю постель мою. Иссохло от печали око мое, обветшало от всех врагов моих. Удалитесь от меня все делающие беззакония, ибо услышал Господь голос плача моего. Услышал Господь моление мое, Господь примет молитву мою. Да будут постыжены и жестоко поражены все враги мои, да возвратятся и постыдятся мгновенно. Псалом седьмой. Плачевная песнь, которую Давид воспел Господу по делу Хуса из племени Вениаминова. Господи Боже мой, на Тебя я уповаю. Спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня. Да не исторгнет он подобно льву души моей, терзая, когда нет избавляющего. Господи Боже мой, если я что сделал, если есть неправда в руках моих, если я платил злом тому, кто был со мной в мире, я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом, то пусть враг преследует душу мою и настигает. Пусть втопчет в землю жизнь мою и славу мою повергнет в прах. Восстань, Господи, во гневе Твоем. Подвигнись против неистовства врагов моих. Пробудись для меня на суд, который Ты заповедал. Сон людей станет вокруг Тебя. Над ним поднимись на высоту. Господь судит народы. Суди меня, Господи, по правде моей и по непорочности моей во мне. Да прекратится злоба нечестивых, а праведника подкрепи, ибо Ты испытуешь сердца и утробы праведной Божией. Щит мой в Боге, спасающем правых сердцем. Бог судья праведный, и Бог всякий день строго взыскивающий. Если кто не обращается, Он изощряет меч свой, напрягает лук свой и направляет его, Приготовляет для него сосуды смерти, Стрелы свои делает палящими. Вот нечестивый зачал неправду, Был чреват злобою и родил себе ложь, Рыл ров и выкопал его, И упал в яму, которую приготовил. Злоба его обратится на его голову, И злодейство его упадет на его темя. Славлю Господа по правде его, И пою имени Господа Всевышнего. Псалом восьмой Начальнику хора на гевском орудии Псалом Давида Господи, Боже наш, Как величественно имя Твое по всей земле, Слава Твоя простирается превыше небес. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, Дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Когда взираю я на небеса Твои, Дело Твоих перстов, На луну и звезды, которые Ты поставил, То что есть человек, Что Ты помнишь его, И сын человеческий, Что Ты посещаешь его, Немного Ты умолил его предангелами, Славою и честью увенчал его, Поставил его владыкою над делами рук Твоих, Все положил под ноги его, Овец и волов всех, И также полевых зверей, Птиц небесных и рыб морских, Все приходящее морскими стезями. Господи, Боже наш, Как величественно имя Твое по всей земле. Псалом девятый Начальнику хора По смерти Ладана Псалом Давида Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, Возвещать все чудеса Твои, Буду радоваться и торжествовать о Тебе, Петь имени Твоему Всевышний. Когда враги мои обращены назад, То приткнутся и погибнут пред лицем Твоим, Ибо Ты производил мой суд и мою тяжбу, Ты воссел на престоле судья праведный, Ты вознегодовал на народы, Погубил нечестивого, Ими их изгладил на веки и веки. У врага совсем не стало оружия, И города Ты разрушил, Погибла память их с ними. Но Господь пребывает вовек, Он приготовил для суда престол свой, И Он будет судить вселенную по правде, Совершит суд над народами по правоте, И будет Господь прибежищем угнетенному, Прибежищем во времена скорби, И будут уповать на Тебя знающие имя Твое, Потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи. Пойте Господу, живущему на Сионе, Возвещайте между народами дела Его, Ибо Он взыскивает за кровь, Помнит их, не забывает вопля угнетенных. Помилуй меня, Господи, Возри на страдание мое от ненавидящих меня, Ты, который возносишь меня от врат смерти, Чтобы я возвещал все хвалы Твои На вратах чересеновый, Буду радоваться о спасении Твоем. Обрушились народы в яму, которую выкопали, В сети, которую скрыли они, Запуталась нога их. Познан был Господь по суду, Которую Он совершил, Нечестивый уловлен делами рук своих. Да обратятся нечестивые в ад, Все народы, забывающие Бога, Ибо не навсегда забыт будет нищий, И надежда бедных не до конца погибнет. Восстань, Господи, Да не преобладает человек, Да судятся народы пред лицем Твоим. Наведи, Господи, страх на них, Да знают народы, что человеки они. Для чего, Господи, стоишь вдали, Скрываешь себя во время скорби? По гордости своей нечестивой Преследуют бедного, Да уловятся они ухищрениями, Которые сами вымышляют. Ибо нечестивый хвалится похотею души своей, Корыстолюбец ублажает себя. В надмении своем нечестивый Пренебрегает Господа, Не взыщет, Во всех помыслах его Не от Бога. Во всякое время пути его гибельны. Суды твои далеки для него, На всех врагов своих Он смотрит с пренебрежением, Говорит в сердце своем Не поколеблюсь, В рот и рот Не приключится мне зла. Уста его полны проклятия, Коварства и лжи, Под языком его мучения и пагуба. Сидит в засаде за двором, В потаенных местах убивает невинного, Глаза его подсматривают за бедным, Подстерегает в потаенном месте, Как лев в логовище, Подстерегает в засаде, Чтобы схватить бедного, Хватает бедного, Увлекая все эти свои. Сгибается, Прилегает, И бедные падают в сильные когти его, Говорит в сердце своем, Забыл Бог, Закрыл лице свое, Не увидит никогда. Восстань, Господи, Боже мой, Вознеси руку твою, Не забудь угнетенных. Зачем нечестивый пренебрегает Бога, Говоря в сердце своем, Ты не взыщешь? Ты видишь, Ибо ты взираешь на обиды и притеснения, Чтобы воздать твоей рукою, Тебе предает себя бедный, Сиротет и помощник. Сокруши мышцу нечестивому и злому, Так, чтобы искать и не найти его нечестие. Господь, Царь навеки, навсегда, Исчезнут язычники с земли его. Господи, Ты слышишь желания смиренных, Укрепи сердце их, Открой ухо Твое, Чтобы дать суд сироте и угнетенному, Да не устрашает более человек на земле. Псалом 10, начальнику хора, Псалом Давида. На Господа уповаю. Как же вы говорите душе моей, Улетай на гору вашу, Как птица. Ибо вот нечестивые натянули лук, Стрелу свою приложили к тетиве, Чтобы во тьме стрелять в правых сердцем. Когда разрушены основания, Что сделает праведник? Господь во святом храме Своем. Господь, Престол его на небесах, Очи его зрят, Вежды его испытывают сынов человеческих. Господь испытывает праведного, А нечестивого и любящего насилия Ненавидит душа его. Дождем прольет он на нечестивых Горящие угли огонь и серу, И палящий ветер их доля из чаши. Ибо Господь праведен, Любит правду, Лице его видит праведника. Притчи Соломоновы Глава вторая Сын мой, Если ты примешь слова мои И сохранишь при себе заповеди мои, Так что ухо твое сделаешь Внимательным к мудрости И наклонишь сердце твое к размышлению, Если будешь призывать знания И взывать к разуму, Если будешь искать его как серебра И отыскивать его как сокровище, То уразумеешь страх Господень И найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость, Из уст его знания и разум. Он сохраняет для праведных спасения, Он щит для ходящих непорочно, Он охраняет пути правды И оберегает стезю святых своих. Тогда ты уразумишь правду и правосудие И прямоту, всякую добрую стезю. Когда мудрость войдет в сердце твое, И знание будет приятно душе твоей, Тогда рассудительность будет оберегать тебя, Разум будет охранять тебя, Дабы спасти тебя от пути злого, От человека, говорящего ложь, От тех, которые оставляют стези прямые, Чтобы ходить путями тьмы, От тех, которые радуются, делая зло, Восхищаются злым развратом, Которых пути кривы И которые блуждают на стезях своих. Дабы спасти тебя от жены другого, От чужой, которая умягчает речи свои, Которая оставила руководителя юности своей И забыла завет Бога своего. Дом ее ведет к смерти, И стези ее к мертвецам. Никто из вошедших к ней не возвращается И не вступает на путь жизни. Посему ходи путем добрых И держись стезей праведников, Потому что праведные будут жить на земле, И непорочные пребудут на ней, А беззаконные будут истреблены с земли, И вероломные искренены из нее.